...развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации. Преемственность традиций, преданность делу, постоянный горсть и внедрение в ежедневную практику самопередовых решений и технологий, залог лидерства УАО РЖД и стремление к совершенству. УАО РЖД, меняемся для вас. Итак, уважаемые посетители, теперь давайте пройдем в следующий вагон. Основное движение в России. Она начинается с исторической части, где представлен рабочий кабинет начальника железнодорожной станции конца 19-го, начала 20-х веков. На рабочем столе представлены атрибуты, необходимые для работы начальника станции того времени. Это кмутатор, аппарат Морзе, письменные принадлежности. На манекене оригинальная форма образца 1871 года. На стенде представлены макеты двух паровозов. Внизу представлен макет первого русского паровоза, который был построен в 1834 году, отцом и сыном Черепановыми в Нижнем Тагиле. Паровоз мог развивать скорость до 16 км в час и перевозить грузы общей массой 3,3 тонны. Сверху представлен паровоз серии «Л». Это одна из самых массовых и последних серий паровозов, производимых в Советском Союзе. С 1945 по 1955 годы было выпущено 4199 таких паровозов. Предназначались они в основном для грузового движения, но могли везти и пассажирские поезда со скоростью до 80 км в час. Эти паровозы эксплуатировались в Советском Союзе вплоть до 80-х годов прошлого века. Далее. Представлены образцы уже современных скоростных электропоездов, например, высокоскоростной электропоезд от Санкт-Петербурга. На сегодняшний день это самый быстрый поезд в нашей стране. Максимальная скорость движения этого электропоезда составляет 250 км в час. В составе поезда 10 вагонов, способных разместить 604 пассажира. Эти электропоезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Ежедневно между двумя столицами курсирует 8 пар поездов. Среднее время пути от Санкт-Петербурга до Москвы на этом электропоезде составляет 4 часа. Далее. Представлен скоростной электропоезд «Аллегра». «Аллегра» курсирует между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии и Кельсином. Максимальная скорость движения этого электропоезда по территории России составляет 200 км в час. В составе поезда 7 вагонов, способных разместить 342 пассажиров. Вагоны этого электропоезда оснащены системой принудительного наклона кузова вагона, что позволяет ему проходить радиусные участки путей, ну или повороты, с большей скоростью. Максимальный угол наклона вагона в каждую сторону составляет 8 градусов. Регулируется автоматически в зависимости от скорости движения электропоезда и радиуса кривизны того или иного участка путей. Время пути от Санкт-Петербурга до Кельсинки на этом электропоезде составляет 3 часа 36 минут. И по окончании экспозиции этого вагона представлен скоростной электропоезд Дезира Руф-Пластичка. Эти электропоезда были разработаны компанией «Сименс», специально для российских железных дорог. Первые 54 поезда, которые обслуживали пригородное пассажирское сообщение во время проведения зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, были построены в Германии на заводах компании «Сименс». В настоящее время производство этих электропоездов налажено в нашей стране, в городе Верхняя Пышмар, на Урале, недалеко от Екатеринбурга. Причем рекалендация производства на сегодняшний день составляет 80%, то есть практически полный цикл производства сосредоточен в нашей стране. В составе поезда 5 вагонов, способных разместить 822 пассажира. Каждый вагон этого электропоезда оснащен системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. А максимальная конструкционная скорость этих электропоездов составляет 160 км в час. На этом моя часть экскурсии подошла к концу. Я вас всех благодарю за внимание. Далее воздут еще 7 вагонов с экспозицией и мои коллеги, которые продолжат вам экскурсию. Да, ну вообще, состав называется так. Это испанская, скажем так, разработка. Они придумали этот поезд, потому что у них там в стране две колеи, европейская 1435 и своя испанская 1668. Ну, такая вот конструкция, причем это не только. Всех привет! Все ваши, да? В данном вагоне представлен современный подвижной состав. В начале вагона грузовые вагоны, без крыши вагоны называются полувагонами. Предназначены преимущественно для перевозки луя. А рядом вагоны коперы. В них перевозят текучие материалы. Например, зерно, манеральное удобрение. Современные электровозы представлены до 20 двойного питания. Работают и на переменном, и на постоянном тропе. Скорость 162 км в час, и все количество вагонов. Вот это постоянная вот такая плотворка электровоз. Эти электровозы перевозят пассажирские вагоны. В центре представлен самоходный дефектостопический комплекс в Север. На ходу выявляют неисправность железнодорожник или измеряют параметры ее. Далее представлен электропоезд С4М-проект, аэролитпроект. Перевозят пассажировы заработки до железнодорожного вокзала в крупных городах нашей страны. Это рельса в автобусе 1-2 с этой стороны. Дидельпоезд, который сплотил в Север и Петербурге. На самом деле, в северном слайде мы будем вращать в Север. Вы же представлены электропоезд постоянного тропа 2-6. Север. На самом деле, в северном слайде мы будем вставлены вагоны с местной эксплуатированием по у нас в стране. Двухэтажный пассажирский вагон представлен. Расчитан на прорезь с двух пассажиров 7-16-4 местных углов. Впервые пассажировал пассажиров мы будем вставлены в актаунде 2-7 местных углов. Внизу представлено вкладочный фрам в актаунде 5-10, в актеунде 5-10, в актеунде 5-10 см. Он выполняет манировую работу на штангах МИК. Магистральный гравый турбород, который был автоматизм с донатурбинным двигателем. Гравый турбород только в отмельце МИК-1 провелось на сроке с полиционным вагоном с ростом АКС-16,014. Вы же представлены линистроводы, которые я на руках двоих действий в грани. Магистральный гравый турбород, который был автоматизм с донатурбинным двигателем, который был автоматизм с донатурбинным двигателем. Конец. Сходить в грани достаточно макет, но есть подпись с донатурбинным двигателем. Магистральный гравый турбород, который был автоматизм с донатурбинным двигателем, который был автоматизм с донатурбинным двигателем. Пакет демонстрирует, созданный троп, высовывается в инфраструктуру города. Сажиропоток московского литер-полицейна будет меньше 7 миллионов километров. Пусть и другие километров. Поэтому у меня все. Спасибо вам за внимание. Можете прохожить следующего. Спасибо вам. Спасибо. 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 У нас всегда подаем глильчный сигнал, нажимаем на второй кнопочку. Берем контроллер левой группы и плавно переводим его вперед. Сверд. Свердка. Чтобы поступает контактная сеть или тропой, смирает движение. Полная автоматика не нужно устроить. В данном уровне представлены три тренажёров или тропой, с ласточкой, автомобиль комаска. У него только 12 лет. И эксперимента работы, листероросы, правильные. Тренажёры установлены в локоматинных депо и дорожных технических школах. Это значительно для переквалификации машинистов и дальнейшего их обучения. Оснащены программным обеспечением, которые позволяют моделировать любые погодные условия и создавать чрезвычайные ситуации для обучающихся. Ну а машинист-инструктор уже выставляет оцепку за те или иные действия ученика. Также плюс таких тренароров это экономия больших ресурсов во времени обучения будущих машинистов. Примерно так выглядит поездка на эрит, проходя в автошар. Походите, пожалуйста, начните. Иди, иди, иди. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 что позволяет ускорить рост начинок практически два раза встречи, но обычная встреча. Такое применение в средствах хозяйства, а вы жирея отобретает. Итак, экскурсия завершена, вам можно исключить. Если есть вот такие вопросы, мы в должном задаем. Имеется пожелание вынуть в нее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...